Здравствуйте, Владыка! Спасибо вам большое за то, что согласились ответить на вопросы Портера православия.ру. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами про епископское служение. И первый вопрос для наших читателей, для наших зрителей. Кто такой епископ? В чем состоит его служение? Епископ – это образ Христа. А образ Христа – это всегда жертвенное служение. Жертвенное служение Богу и людям. И я очень благодарен Богу, что Он меня поставил на эту степень служения. Во-первых, я увидел свои немощи, которые я не видел, живя в монастыре. Монастырь – это узкое направление, благочинное. Я 13 лет и 3 месяца был благочинным лаврой, отвечал за личный состав, вот как это принято говорить. А здесь ты отвечаешь уже за все. Ты отвечаешь за все, и ты понимаешь, это невозможно. Когда, вот понимаете, человека берут... Я был неподготовлен, я не понимал, что такое приходская жизнь, приходское служение. А здесь не просто приходское. Тебя не в отдельно стоящий храм посылают, а тебя бросают на остров, где все духовное в таком состоянии, что у тебя даже нет комментариев. И нас же не учили в семинарии быть прорабами, экономистами, там еще что-то. А здесь, оказывается, и этим нужно заниматься. А я этого не умею. Что делать? И тогда поднимаешь руки, и тут уже молитва, как помните, Достоевский писал. Кто на море во время шторма не бывал, тот досыто не молился, когда тебе от блаженной вечности отделяет одна дощечка. А здесь ты вот начинаешь тогда вопить, просить, Господи, помоги. И тогда вот эти... Для меня по-другому открылись слова апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Когда Господь сказал апостолу, давлеет, хватит тебе благодати моей. Моя сила совершается в немощи. Значит, вот видишь совершенно по-другому все и меньше осуждаешь. Даже вот то, что у нас происходит в церковной среде. Владыка, в этой связи хотелось бы вас спросить, а вот с чем вы столкнулись в самом начале, как человек и как администратор? Как вы закладывали традиции? Знаете, когда приезжаешь и видишь вот обычные даже условия. Крыша течет, значит, по епархии, по епархиальному управлению бегают крысы. Значит, за день у нас четыре раза прорывались батареи. Все вот в таком состоянии. Средств никаких материальных нет, одни долги. И вот плюс еще состояние, да, такого начальное состояние духовной жизни, вот приходов, священнослужителей, а они все их недавно рукоположили. Ведь это был такой период, он должен был быть, как вот было во время Отечественной войны. Нет личного состава, офицерского состава. Там трехмесячные курсы, все, звание присвоили и на фронт. И перед этим, как один офицер рассказывал, выстроил нас этот фронтовик, он подранок такой уже был, вот хромой. И, а мы стоим, хи-хи-ха-ха, и он, говорит, нас обматерил. И, говорит, вы знаете, у вас, говорит, три выхода из ситуации. Или вас убьют, или вас ранят, искалечат, или вы станете настоящими офицерами. Сейчас у вас только форма, но вы должны стать офицерами. Вот часто у нас в то время было, у священнослужителя больше форма, а содержания еще нет, он должен вырасти, вырасти, да. И вот видишь, ну и без этого нельзя, потому что писали письма. Дайте нам, священнослужители, и те предшественники, которые там были до меня, они вот так, вот как в этом училище, пекли быстро пирожки с тем, чтобы потом стали настоящими священнослужителями, вот эти вот люди. И когда все это вокруг тебя, и ты не знаешь, и вот это вот огромное расстояние, вот это вот перевести что-то туда, довести, как это сделать, кадров нет, ничего нет. Очень трудно, очень трудно, и как-то понимаешь и не осуждаешь своих предшественников, как им было тяжело. И я почему говорю, что приезжаешь в Лавру, а с некоторыми монахами уже говоришь абсолютно на разных языках. Я всегда говорю, это как человек, который из окопа видит ситуацию, да, на поле боя. Потом человек, который ситуацию видит, забравшись там на 2-3 метра куда-то, а другой на елку забрался или на сосну, а третий откуда-то с высотки обозревает вот в бинокль всю эту ситуацию. Они будут говорить совершенно диаметрально противоположные вещи. И это естественно. Вот так же и в церкви. Владыка, а как обычно строится Ваш день? Как часто Вы совершаете божественную литургию? Когда я жил в Лавре, то втянулся в этот наш церковный календарь, лаврский календарь. И прибыв на Сахалин, вот я не мог измениться. Я привык жить по лаврскому календарю. А тут еще чаще приходилось служить, потому что это естественно, что тебя вдохновляло, укрепляло, утешало, давало силу. Вот как-то я тогда вспомнил особенно батюшку отца Иоанна Кронштадтского. Он просто не мог служить, не служить каждый день. И я тоже старался очень часто служить. И всегда объяснял это так, когда мне задавали вопрос, обчу, другие служат меньше, а Вы больше. Я это объяснял тем, говорю, знаете, у них аккумуляторы, наверное, такие, очень пролонгированного действия. Говорю, а мои аккумуляторы быстро разряжаются, поэтому мне их нужно постоянно пополнять и заряжать. И вот день строится в первую очередь, это, конечно же, со службы. Вот когда нет службы, это таких дней меньше, когда ты не служишь. Вот всегда что-то не хватает. Вот замечаешь, что после службы, это как вот в лавре после Братского молебна. Вот заставил себя, встал, хоть ты поздно и не лег, пришел на Братский. После Братского как день по-другому идет. Вот так же после Божественной Литургии день по-другому идет. Ну а в течение дня, понятно, и люди приходят, и священнослужители, и нужно ездить и смотреть, а как там ремонты идут, как там реставрация идет, как там дальше что-то там. И вот эти все поездки, поездки, они очень сложные. Если, говорю, мне до Каргополя там ехать, там несколько, ну, порядка там 600 километров, да, и эта дорога, она тоже такая трудненькая, а это все моя епархия. Я вспоминаю, как я как-то в 11-м году поехал из Москвы в Воронеж на свою родину. Владыка Сергий пригласил на освящение собора. Я еду, значит, в Московскую область, это одна епархия. Ага, следующая, Тульская, это вторая, Липецкая, это третья, Воронеж, это четвертая. 500 километров дороги, просто такой радостной дороги. Ты едешь и получаешь удовольствие, и проехал за 500 километров 4 епархии. А здесь, говорю, все одна епархия, а на Ренмар, да, чтобы полтора часа лететь на Ренмар, что в Москву. Да, как можно? Я всегда, говорю, я когда приехал, говорю, а можно из Москвы управлять Архангельской? Ну, не ездить туда. По воде приходилось? Да, и по воде приходилось, да. Вот тут один из владык патриархийных, владык, это же невозможно. Я говорю, а как вы считаете, как можно управлять на Ренмаре? Там свой губернатор, это совершенно другая территория. Только самолетом, как в той песне, можно, да, лететь. Владык, вы знаете, такой вопрос. Некоторые вообще воспринимают епископа, архиерея с очень большим трепетом. И часто это внешне напоминает как некая форма заискивания. Вот расскажите, пожалуйста, о правильной форме диалога, правильном отношении к епископу. Ну, епископ – это отец, старший брат. Вот это в первую очередь. И, конечно же, все зависит от конкретного человека. Мы же все разные. Вот один родился, вот он немножко такой вот, более такой суровый. Другой более веселый, третий еще какой-то. Мы все разные люди. И вот эта твоя сущность, которая тебе дана от Бога, вот она, конечно же, играет большую роль. Но вместе с тем, во-первых, чтобы понять свою паству и священнослужителей, нужно время. Вот. И нужно общение. И епископ должен быть доступной. То есть вот для меня неприемлемо часы, хотя меня вот и пытались мои, мое окружение поставить часы приема. Я говорю, я этого не могу сделать. Я живу в епископическом управлении. Тут же живу. Спускаюсь вниз, там уже, ну, не обойдешь. Это фойе, это огромный коридор, огромный зал. Там всегда кто-то из священнослужителей. Он приехал издалека. Я говорю, это же, пока он доехал по бездорожью, у него есть серьезный вопрос. Я всегда ставлю себя на место этого священнослужителя. Приезжаешь, а тебя здесь бы, в московской патриархии, тебя бы не принимали. Скажем, слушай, знаете, у владыки сейчас там то-то, то-то. Ведь мы же тоже приезжаем, вот там, к управделами. Приходишь явочно, таким, порядком. Вот я нарисовал сюда. Я тоже понимаю, что это неправильно. Да, отвлекаешь его. Но он-то нас всегда принимает. И к святейшему можно попасть. И все это можно. Это все возможно. Поэтому всегда должна быть некая доступность. Первое, хотя бы телефонное, чтобы твой номер знали и могли, я всегда говорю, отцы, вы хотя бы смс-ку мне напишите. Вот. Мы потом созвонимся. Да. Вот должна быть вот такая открытость, доступность и совместное служение. Когда мы вместе служим литургию, мы смотрим друг другу в глаза. И через Христа мы соединяемся уже на уровне сердца, души. И тогда вот эта дистанция, которая обычно преодолевается светскими людьми на протяжении какого-то времени, она вот просто за одну службу, она меняется. И мы становимся в едином целом. Это братство. Мне нравятся еще слова Игнатия Брянчанинова, когда он вот стал наместником Сергиевой пустыни. Вот в одном из своих писем он пишет, я живу здесь как глава семейства, а не как начальствующий. То есть пререгатива на семейство, на братство. Вот мне вот эта модель ближе. Владыка, а вот все-таки бытует мнение, что епископы – это такие церковные губернаторы. Вот что бы вы могли на это сказать? Вот тем не менее, вы очень правильно и хорошо, интересно рассказали о том, вот как выстраивается вот ваше общение с паствой, с священнослужителями. Но тем не менее, вот мнение другое тоже широко распространено. Ну, есть и такое, конечно же. Одно из отличий от губернатора. Губернатор принимает наемников. И он расторг контракт и человека отправил. Здесь нечто другое. Я говорю, вот это семейность и родство. И ты уже не можешь просто так человека выпроводить. У тебя твое сердце переживает все равно. Он твой. Ведь не секрет, что священнослужители – один из пороков, который бывает. Это человек начинает выпивать. Потому что его приглашают. И вспоминаете, в 80-е годы, как один из моих таких близких очень священнослужителей, рассказывал, точнее, его жена в шоке была, как тоже в северную одну епархию он приехал. А там Кристины в венчании треп много. И всегда русской обычай – садись, батя, ты что, не уважаешь? И вот она говорит, я не знаю, что делать. Он приходит постоянно. От него запах. Он выпивший. Я понимаю, что сейчас он нормальный, вроде бы он не пьяный. Но это же по капле накапливается. И потом он к этому привыкнет. Вот она уже стала тогда бить тревогу. Я с этим столкнулся на севере. И можно просто запретить священнослужение и сказать, иди и лечись. А человек погибнет. То есть мы стараемся тогда этого человека помочь ему. Помочь ему в этом лечении, в этом соучастии. То есть у меня есть замечательный орган, как собор священнослужителей. Дисциплинарная комиссия ее называю. Когда я вот этого брата приглашаю и сам не участвую в этом. То есть я его вообще не пугаю. Меня нет. Вот твои коллеги тебя не разбирают. Это не партийное собрание. Они начинают с ним беседовать. Ну, брат, мы же все живые люди. Ну, возьмись за ум. Ну, давай мы тебе поможем. Вот некоторые священнослужители приходили, как ежики вначале. Меня вызвали. Сейчас меня начнут. Вот я помню, один, я потом спрашиваю, они мне рассказывают, как. Он, говорит, расплакался. Вот он был не готов. Он пришел защищаться, отбиваться. А здесь он увидел вот эту вот сердечность, любовь, понимание. И он не выдержал. Он признался. Да, говорит, я вот то-то, то-то, то-то. Я сам уже не знаю, что мне делать. Пролечили человека. Вот. Изменился. Вот тут самое главное. Чем мы отличаемся? Губернатор. Губернатор, вот, я знаю, каждый раз приходит губернатор, и он меняет команду. А здесь ты не можешь менять отдельных людей, да, передвигаем. Понятно, что это тоже некая неправильность, когда одни служат только в городе, а другие в деревне. То есть вот иногда нужно их менять. Вот я одного взял, священнослужителей послал, но, как говорю, в командировку. На какое время, не знаю. В далекий-вдалекий приход. Там даже его это паства стало писать, письма. Они пришли, там несколько человек. Я ему говорю, знаете, чем отличаются священнослужители от епископа? Священнослужители посылают в рамках епархии. А нас, говорю, взяли, вот я был в Лавре, меня на Сахалин послали. А с Сахалина, говорю, вот в Архангельск. Говорю, а мои знакомые, с которыми я по жизни вот иду, мои чадо духовные, они говорят, ладык, это же несправедливо все. Я говорю, подождите. А почему вы должны думать, что должно быть все по нашей справедливости человеческой? Говорю, есть суд Божий. Одному такой крест, другому такой крест. Будет подведение итогов, говорю, потом, я должен пронести свой крест. Говорю, не скулить, не просись, не отказывайся, золотая середина. И вот я этого батюшку послал, он там побыл. Потом я его вызываю, говорю, все, брат, давай, возвращайся. Я его возвратил, вернул когда. То вот сколько уже время прошло, он, как встречаемся, вот, ладыка, я вас еще хочу поблагодарить за вот то, что вы мне дали возможность увидеть жизнь совершенно по-другому. Это мне пошло на пользу. Вот просто должен быть диалог, должна быть связь. Вот это, я всегда говорю, это организм. Вот епископ, это голова. Все остальные члены. Вот если мизинец болит, да, ведь болит весь организм. Вот это, вот это называется церковность. И чем она отличается от губернаторства. Владыка, вы знаете, вот очень многие обращают особо пристальное внимание на то, как живет епископ. Насколько хороший у него автомобиль, любит ли он роскошь. Ну, это все, так или иначе, это всегда привлекает внимание. Вот как вы лично относитесь вот к такому вот вниманию, к такому пристальному вниманию? Да, конечно же, нужно часто находить в себе силы и в чем-то себе отказывать. Это естественно, так должно быть. Вот я когда приехал в Арханельск, то я узнал, что мой предшественник там, ему подарили этот джип такой. Он на джипе ездит. И один со мной приехал тоже, дьякон. Он говорит, да это может быть здесь и не нужно. Я говорю, подожди, нужно посмотреть, какие дороги. Да, и потом я ему сказал, говорю, вот знаешь, в Лавре есть такой автомобиль, который лучше даже джипа, он нам необходим. Говорю, но мы его, сейчас-то его проще купить, а тогда было еще, по-моему, трудновато. Называется «Егерь». Да, это газончик со спаренной кабиной, у него вот такие большие колеса, болотоход, он приспущен, он по болотам ходит. Я говорю, нам бы вот такую бы еще машину, потому что есть такие вещи, куда даже Урал, вот этот КамАЗ трехосный, он не пройдет, он сядет. Поэтому, конечно же, вот такие вещи необходимы как средство доставки. Потому что с вертолетами трудно, они очень вообще дорогие. А, конечно же, вот если мы вспомним Иоанна Кронштадтского, у него были красивые рясы, ему дарили. И тоже были люди, которые возмущались и прочее. Вот это всегда есть элемент роскоши, он не должен быть. Все-таки нужно как-то стараться от этого отходить. И развлекаловки должно быть тоже как можно меньше в жизни. Но этого и нет, никакой развлекаловки. Потому что я всегда говорю, вот за девять с лишним лет на Сахалине я ни разу не был, хотя меня приглашали, мне очень хотелось попасть на зимнюю рыбалку. И вот наловить корюшки своими руками. Но обычно все идут на рыбалку, это суббота, воскресенье. Выходные дни, когда вот твои там знакомые, друзья, у них это выходные. Я говорю, а у нас это служба. И так и не получилось. И вот уже пять лет в Архангельске тоже ни разу не съездил на рыбалку. И уже махнул рукой, говорю, ладно, все, видно это, но не мое. Я говорю, как меня один приглашал, я говорю, слушай, а сегодня родительская, завтра родительская суббота. Говорю, вот как я буду сидеть вот там, зная, владык, ну вы сидите и молитесь. Я говорю, нет, это разные вещи. Я говорю, вот там народ ждет, паства. И самое главное паства, это которая уже перешла границу в той жизни. Я говорю, я себе места не найду. А рыбу, говорю, вы мне принесете. Вот как-то должна быть где-то разумная серединка. Владыка, хотелось бы спросить немножко о жизни вашей епархии. С какими трудностями вы сталкиваетесь и какие вызовы сейчас стоят вот перед вами? Ну, трудности со всех сторон. Это естественно. А вот одно из таких действительно непростых дел, это хотелось бы сделать православную гимназию. Чтобы очень много людей просит злодейка, когда будет, когда будет. Для малообеспеченных людей, чтобы они могли свою веру изучать совершенно на другом уровне, более глубоко. Хотелось бы, понятно, и такая вот активная у нас идет противостояние с сектами. Это везде, но всегда говорю, Россия – это некий пирог. Вот мыши не едят пирог середины. Это всегда идет с краев и постепенно приближается к центру. Вот, к сожалению, нет такого ресурса у нас человеческого, богословского, духовного. У нас нет ни духовного училища, мы не можем себе этого позволить, ни тем более семинарий. Вот, нехватка кадров далеко, трудно все это. И понятно, что нам трудно приходится в этой борьбе секты, не в язычество. Вот, финансирование, мы знаем, откуда идет к этим организациям. Вот, это было всегда в церкви, вот эти вот ереси всякие. И трудно, трудно. И понятно, сейчас мы перешли, я с чем столкнулся, приехав на это новое место, служение пять лет назад, что не было катехизации. Не было в массовом плане, я имею в виду, на наших приходах оглашения перед крещением. И получалось так, что покрестили, и люди ушли. Все, и они в храм-то не ходят. А зачем это? И нужно было изменить ситуацию. Вот, когда я собрал священнослужителей, когда я вот в час икс во всех храмах перестали крестить без оглашения, то, конечно, это было и возмущение, и все, что это? Нововведения какие-то устраивают у нас. Понятно, что люди не церковные. Вот возмущается часто, мы замечаем, это люди, они не церковные. Есть даже, они вроде бы в церковь ходят, они не пропитались духом. То есть они не понимают, что это такое. Даже, и ведь священнослужители у нас есть такие, которые начинают говорить, а вот нам нужно жить вот по светскому образцу. Когда это говорит Партаерей, проводит такую мысль, что я думаю, надо же, а зачем же он учился в семинарии? Ведь как это, вот прийти в воинскую часть и сказать, что ваш устав мы сейчас меняем, воинская часть должна жить так же, как вот там, в миру? Я говорю, то тогда это уже не воинская часть. Все. Вот так же я говорю, мы же прежде всего воины. И как один скажет, какой я воин? Я христианин. Я говорю, подожди, подожди. В момент крещения ты вступаешь в войск, и тебе дается, о, опять казарма. Я говорю, тебе дается атрибутика. Тебе экипировка вся военная. Бронежилет, то есть щит, меч. Говорю, апостол Павел пишет. Жених гражданского населения. Мы все, в отличие от воинов, там только в основном мужчина, и такого возраста, и здоровья. А здесь независимо, сколько тебе лет, ты на пенсию не выходишь. У нас нет выхода на пенсию с нашей службы. Только сразу туда. Говорю, и вот мы живем по своему уставу. Поэтому вот часто люди хотят изменить наш внутренний устав церкви. Наши каноны, наши правила. Вот это тоже один из вызовов сегодняшнему православию и христианству. То есть есть даже некоторые приходы у нас в церкви, такие, слава Богу, не в моей епархии, которые говорят диаметрально противоположное учению святых отцов. Почему? Я говорю, вот если мы не будем базироваться, если мы не будем основывать свою жизнь на святых угодниках Божьих, которые оставили нам свои произведения, свою жизнь, вот, то тогда у нас будет просто фальшивое христианство. А нам вот протестантизм постоянно подсовывают. То есть Евангелие без отцов. Тот же Игнатий Бринчин пишет, что неполезно читать Евангелие без святоотеческого толкования. Все. Просто будет неправильное представление. У нас у некоторых вот именно такое неправильное представление. Когда начинают по-своему толковать. Абсолютно. Владыка, расскажите немного о вашей пасте. Вот как вы с ней работаете? Вообще, что это за люди? Ну, во-первых, северные люди, они особенные люди. Это тем еще отличается, что не было крепостного права. Да, в Архангельской губернии. И народ привык жить локоть, облокоть с другим человеком. Я имею в виду, это деревни. Сам Архангельск, это сборная сорянка. Если там в 30-м году там было порядка 40 тысяч жителей в Архангельске. Представляете? А потом через 10 лет, там чуть ли не 400. Я говорю, вот совершенно другие, другое количество людей, приезжие. И еще вот даже я сравниваю с некоторыми другими нашими областями. А у нас людей завозили искусственно в лагеря, расстреливали, убивали. Вот и народ с прищуром и с недоверием смотрит на любую власть. Вот неизвестно, что ожидать. До сих пор? До сих пор, конечно же. Вот это есть. И Пчу говорит, вот там они заторможенные, вот они замороженные. Я говорю, нет, это не некая заторможенность, обусловленная образом жизни. Сразу не доверяют человеку, к нему нужно присмотреться. А в деревнях живут всегда локоть с другими людьми. Вот такие были снега раньше, что почему и двери были внутрь, открывались. Потому что тебя заметет, и только тебе может помочь твой сосед. И очень сильный, стойкий народ. Да, это вот как сосна. Я говорю, самая дорогая, самая качественная – это архадийская сосна. Потому что плотность настолько мощная. Но этой сосны мало осталось, к сожалению. Вот ее выпилили. Вот так же и народ выбивали искусственно со страшной силой. Выбивали из деревень. Сходили специальные люди, узнавали. Якобы под видом была чести кто-то там, хорошие христиане, христиане. А потом их просто лагеря, ссылки. И вот народ подрастерял свою веру. Очень сильно, к сожалению. Вот это отличие, к примеру, от моей родины, где я родился, от Воронежа. Плюс еще вот это действительно, когда против тебя вроде бы природа. Все. И люди пытаются уехать. И вот у меня есть священнослужители, такие подвижники, которые отсюда из Москвы, закончив с отличием, там, Бауманку, приехали и стали жить и служить у нас. То люди показывали это какого-то увеска. Да, что ненормальность. Ведь мечта. Если ты уехал, где он живет? В Москве. О! Это счастье. А если он там еще нашел работу, жилье, все. И вдруг приезжают священнослужители, которые все имели, начинают жить. То есть они меняют сознание людей. Зачем они приехали-то? Вот один там наместник монастыря Артемия Веркальского приехал 15 лет назад, я условно говорю. Вот другой там наместник подворья Артемия Веркальского. Третий еще. Вот такие люди, они приносят вот эта живая кровь. Поэтому необходима вот некая такая ротация кадров. Конечно, вообще было бы интересно, если бы отсюда посылали в командировку священнослужителей там на годик, на два. Вот в такие далекие епархии. Изменилось бы сознание людей. Вот часто есть такое понятие, человек заелся. Священнослужители заедаются. Мы все заедаемся. Мы привыкаем. И нам что-то уже не те, соловьиных язычков хочется. А вот когда ты там побудешь, да? Я вспоминаю, когда я одному священнослужителю, когда приехал, мы ему подарили старые жигули. И у батюшки слезы пошли из глаз. Я ему говорю, слушай, возьми там, вот есть машина, прости, что не новая, брат. Все. И он заплакал. Как это? Ну, ему никто не подарит. Он на таком приходе живет, что... Поэтому стараешься еще что-то здесь где-то выпросить, что-то, чтобы помочь поддержать их там. Я говорю, то, что они там служат, это уже подвиг. Поживите, я говорю, вот вы со своими семьями приедете. Поэтому, я говорю, наш народ, это народ-подвижник. А священнослужители это вдвойне. И вот их недостаток компенсируется их усердием и пребыванием на той позиции, которую они держат. Я говорю, пограничники, которые у одного хорошо там где-то в Сочи граница погранзастава, а у другого вот на этой болоте. Но он там достойно несет свою службу. Владыка, вы упомянули сегодня имена великих святых Иоанна Кронштадтского, Артемия Веркальского. А ведь Север – это еще удивительное место, где столько удивительных красивых деревянных храмов, церквей, которые остались. И сегодня это, пожалуй, один из немногих фондов под открытым небом, куда приезжают люди из Москвы, из Петербурга, волонтеры бесплатно за свои деньги. Покупают технику, покупают материалы и восстанавливают эти церкви. Вообще, вот как такая архитектура, как такие жемчужины влияют на духовную жизнь Севера? Как это помогает рассказывать о Христе? Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Сретенскую братью, храм, которые участвуют в этих паломнических поездках, в миссионерских поездках. Вот зачастую, говорю, мы, я уже сказал, то, что привыкаем и заедаемся. Вот такое заедание у нас есть на Севере к своим деревянным храмам. Живут люди и не ценят, что у них действительно это жемчужина. И вот для того, чтобы это оценить, нужны люди со стороны, которые увидят, обласкают. Они когда, как один говорит, мы смотрим в окно, приехали люди на хорошей машине, несколько машин, и они подходят с детьми, ну, думаем, зачем приехали? Ну, купить там молочные продукты, там, клюкву у нас, там, грибы, ягоды. Нет, говорит, они подходят к храму, и дети, говорит, подошли, вот так обнимают храм. Что это такое? Что это такое? И мы вышли к ним и стали говорить, да у вас тут такое все. Они приехали, оказывается, со своими руками, со своими инструментами, чтобы вот залатать крышу нашего храма. Все. Вот, и говорит, потом мы собрались и стали нас просить, даже мы будем вам платить, помогите нам в этом. Говорит, некоторые из нас просто изменились, как наш храм, это наши деды, прадеды строили, а мы еще за это деньги будем брать. Говорит, мы вместе вот провели там какое-то это время, несколько недель на этой работе, говорит, мы стали христианами. Мы вернулись в церковь, мы с этими людьми подружились, они нас приглашают в Москву, все. Мы увидели, что действительно у нас жемчужина, и нам стало стыдно и больно, что мы столько времени жили вот как поросят. Неправильно жили. Вот почему, говорю, то, что делаете вы, москвичи, приезжаете и показываете вот эту красоту. Действительно, можно вот Троицу Рублева не увидеть, пока другие не увидят и не подскажут. Поэтому большое спасибо. Вопрос про паству, про общение с паству. Вы сказали, что у вас нет часов приема, что любой, в принципе, желающий может прийти к вам, священнослужитель, приехал из другой деревни или из другого города. А что касается паства, она также доступна с вами, вы тоже можете с ней встретиться. Ведь после службы, когда архиерей выходит из храма, очень много людей, которые хотят задать вопрос, поделиться проблемой, поговорить. Вот вы насколько доступны для общения с паства? Стараюсь быть доступен. Я стараюсь не выходить из храма, не бласовив людей. Идешь, и когда ты бласовляешь, то вот это место, опять площадка для общения. Потому что в начале этого не было, а теперь как-то народ, мы же все смотрим друг на друга. То есть одна подошла и сказала, владыка, помолитесь, у меня онкология, мне нужно делать операцию. Я говорю, когда операцию? Как вас зовут? Сообщите, пожалуйста, ваши координаты, вот когда будут делать вам операцию, а мы здесь уже попросим Господа. А потом не пропадайте, придите и расскажите. И вот начинается такое общение, а другая просит за своего ребеночка, за еще что-то. Вот самое ведь еще главное, чтобы сформировалась община, приходская община. Я всегда говорю, вот мы сейчас сформируем эти общины. Не просто пришел, ушел, и тебя никто не знает, а это некое общение между собой, вот общение и молитва друг за друга. Потому что если ты член общины, значит за тебя молятся особенными молитвами, твое имя поминается в алтаре, на каждой проскомиде, твоих близких родственников. И вместе с тем на тебе обязанность хранить храм, хранить единство и молиться за друг друга. Я говорю, сейчас хорошо есть вот эти телефоны, есть смс-сообщения. И сразу друг друга начинают рассылать. Такой-то заболел, такая-то заболела. Вот у нас одна бабушка, ее крестил в нашем кафедральном Ильинском соборе святитель Лука Воина-Исенецкий. Вот она недавно умерла. И бабушка совершенно простая, все ей там 80 лет с лишним. И вот она умерла, где ее хоронить? И денег нету, ничего нету. У нее только одна дочка, и больше ничего нет. Вот мы ее похоронили недалеко от храма, на этом кладбище, где никого не хоронят. И недалеко от могилы, где похоронен староста этого храма. А сто лет назад он был мэром этого города и старостой. И вот ее положили. И другие бабушки, они говорят, господи, какое счастье. А кто ее будет отпевать? Я говорю, братья, давайте ее отпоем соборно. И мы собрались. И все вместе отпеваем эту бабушку. Вот что интересно, некоторые люди спрашивают, а она родственница владыки? Что он ее отпевает? Я говорю, нет, это наша прихожанка. И вот чувствуется такая какая-то радость. Я знаю, что она меня там встретит. Ваша родственница? Да, она теперь действительно стала моей родственницей, только духовной родственницей. Эта бабушка. Вот когда мы стараемся вот так вот жить вместе, формируется общинка у каждого храма. И это наша сила. Вот и в этом и настоящее будущее. Владыка, от лица редакции, от лица читателей и зрителей портала «Православия.ру» хотелось бы вас поблагодарить за эту увлекательную беседу и очень содержательную. Спасибо вам за то, что нашли время и это интервью состоялось. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Господа, Благослови, Господи, Субтитры создавал DimaTorzok